Всем привет! Некоторые спрашивают, как понять, есть ли у тебя электрический input lag или нет. И как правило им отвечают, что герцовка ощущается низкой, мышь плывет и ощущается медленной. И сейчас я вам покажу, как его увидеть. Один из его симптомов именно с мышью и курсором. Только сосредоточьтесь и делайте, как скажу я. Итак, берете мышь, ищите где-нибудь угловые границы, только не в играх. Можете в браузере, либо где-нибудь на рабочем столе, или вот. Я буду делать это в проводнике. Итак, вы должны начать вводить мышью с границы на границу по диагонали. Вот так. И если у вас мышь, курсор останавливается где-то вот тут рядом, на границах, то, скорее всего, у вас input lag нет. Если у вас так сделать не получается, то есть вы не можете дойти, у вас курсор либо перелетает, но чаще всего он будет не долетать, не доходить до границы. И когда вы будете много раз так делать, вы будете ощущать, что курсор, он как будто перемещается неоднородно, и со временем ваша рука просто начнет уставать. Если так, то у вас действительно input lag, и конкурировать с людьми, у которых нормальная электросеть вы не сможете. У вас из-за input lag просто мышечная память, она не будет развиваться, потому что скорость, она динамически меняется, она не постоянная, неоднородная. То есть привыкнуть к ней невозможно. Также вот такой ответ твикерам. Ваши твики при условии, что компьютер не на Celeron и не на видеокарте 2010-х годов, ваши твики помогать не будут. Потому что вы уменьшаете однородную задержку, к которой привыкнуть можно, да, там может будет больше задержка в играх, но в целом привыкнуть к этому можно, потому что это постоянная задержка. У нас же, у кого беда с электричеством, задержка она неоднородная, не постоянно, и это куда страшнее к этому привыкнуть просто невозможно. То есть она динамически меняется, ну невозможно привыкнуть к этому, мышечная память, она просто не будет развиваться. Все.